Аппаратное освещение В целях сохранения историко-культурного наследия известного российского и симбирского общественного деятеля, основателя симбирской губернской архивной комиссии и первого частного музея в симбирской губернии Владимира Николаевича Поливанова создать филиал областного государственного бюджетного учреждения. Все работы по созданию музея должны быть завершены до первого дня весны. Глава региона ознакомил собравшихся еще с рядом принятых решений. Следующий год официально объявлен годом нулевого травматизма. Стартовала подготовка плана мероприятий, которая должна завершиться до первого сентября. Члены комиссии по делам несовершеннолетних будут работать на освобожденной основе. Это предложение было внесено прокуратурой, и оно позволит улучшить взаимодействие с подрастающим поколением. Блок изменений коснется и проведения благоустройства на территории области. Необходимо разработать и объявить конкурс для исторических населенных пунктов области с целью увековечения памяти о знаменитых событиях, людях, предприятиях и создании современных и востребованных людьми общественных пространств. Эта инициатива стала продолжением конкурса среди исторических малых городов, объявленного президентом Владимиром Путиным. А вот предложение из другого блока, блока информационного. Губернатор распорядился создать службу по борьбе с фейковыми новостями. Другими словами, заведомыми и достоверными. Мы должны просто давать честный и недвусмысленный сразу ответ. Всем этим достать горе экспертам, которых и экспертами ты даже не назовешь. Губернатора возмутили комментарии на одном областном информационном портале, в которых высказывалось много недостоверной информации о жизни в регионе. Сергей Морозов предложил приглашать авторов негативных мнений посмотреть, как обстоит дело в каждой отрасли. Если проблемы действительно существуют, то ее будут устранять. Тем не менее, проблем много. В явлении их посвящен федеральный проект «Что не так», прошедший в прошлую пятницу. Проект включает несколько мероприятий. Первое – это предварительный опрос экспертов в нашем регионе. Это было 40 человек. Уличный опрос «Что не так», который проходил в течение дня 9 февраля около ЦУМа. И работа непосредственно круглого стола, который проходил в зале дворянского собрания Ульяновской области. Но одним проектом все вопросы, нерешенные проблемы, не соберешь. Поэтому председатель общественной палаты на каждом аппаратном совещании докладывает губернатору обо всех просьбах жителей области, полученных в соцсетях. Вторая часть аппаратного совещания была посвящена наиболее злободневной проблеме – состоянию жилищно-коммунального комплекса. Об этом направлении работы отчитывался Координационный совет собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве. В 2017 году Координационный областной совет собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве основным направлением деятельности избрал создание условий для выстраивания эффективного взаимодействия собственников, управляющих компаний, ресурсно-набжающих организаций и органов местного управления с целью формирования комфортной и благоустроенной среды жизнедеятельности граждан. В заключении аппаратного совещания поговорили о программе поддержки местных инициатив. Губернатор призвал руководителей муниципальных образований ускорить работу по отправке заявок на получение субсидий. Егор Тестов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.